Россию ненавидят со времен разделения церквей, потому что тот, кто ненавидит церковь, тот имеет громадную силу. Это сила духовная, это дьявол, это минус. А тот, кто отпал от церкви, тот управляется именно дьяволом. Поэтому гениальная ненависть с точки с минусом дьявола к России, она определена именно борьбой дьявола с Христом. Если вы, как христианскую историю читаете, знаете, то вы видите, что кого победил Христос дьявола. Где он победил? Когда были искушения. Пять искушений. Помните картину Крамского «Христос в пустыне», да? Церковь, да? Помните? Чем искушал дьявол Бога? Хлебами, то есть сытостью. Властью и славой. Поэтому православие считает это идолами. И это является смертью для человека, если он выберет место Бога, место бессмертия, выберет один из этих идолов. Будь то государство, будь то, понимаете, наука, будь то искусство. Я не умоляю этого. Просто это должно быть вторично. Первичное соединение с тем, кто является творцом истории. Это Бог. Он создал мир из ничего. Он создал человека. Он дал всем благо. Ему подчиняется все. И любимое творение его, человек, наделен был божественными качествами свободы и любви. Он мог сделать его роботом без зла. Но это было бы скукота, то есть не было бы выбора. Свобода остается непривожной сущностью человека. Сам свободен Бог, свое любимое творение наделил свободой. Вот в этом вопросе коренится вся история человечества. Кому мы поклоняемся? Идовым? Нами. Пусть даже гениальным. Пусть даже очень умным. Там техники, там прочее. Я не отрицаю это. Все это нужно. Это говорит о том, что как силен человек, который сумел поднять такие, создать такие вещи, как самолеты, как радио, как телевидение. Это просто, что человек божественный ум, он творец. Но это... Чем кончается все? Смертью. А мы чувствуем, что мы бессмертны. Мы это ощущаем. Мы не хотим умерть, потому что смерть нонсен. Поэтому христианство нам обещает будущую жизнь. Но ее нужно заслужить. По свободной воле надо избрать с кем ты, с миром или с Богом. В этом смысл истории. Это смысл существования. Субтитры создавал DimaTorzok